С начала 2022 года в Губницкой области зафиксировано 823 пожара в природных экосистемах, 770 травы и кустарника, 42 лесных и 11 торфяных пожаров. На таких пожарах погибли 7 человек. Три получили травмы, сообщили в областном управлении МЧС. Где же у нас уже МЧС еще вам помочь? В облазе пожара недалеко от ферм. Наверное, кто-то мой спичку кинул или что. Хорошо, добре. Все, ждите. Давайте. Одна из трагедий случилась 11 мая. В Калинковичском районе. В 14.07 на пульс 101 поступила информация «Горит трава» в деревне Слободка по улице Ленина в районе МТФ. Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили на участке выгоревшей травы сильно обгоревшее тело мужчины. 1979 года рождения местного, который проживал один. Что он там рабил, я не знаю. Но я одну ногу исходила. Бои добрые. Но закурил, кусок упал, зарелся. И он не успел выпустить. Спасатели ликвидировали пожар. Огонь уничтожил траву и кустарник. Причину происшедшего обстоятельства гибели мужчины устанавливают. Работают оперативные группы Калинковичского РОСК и Калинковичского РОВД. В МЧС отметили, что с потепления многие хозяева продолжают наводить порядок на приусадебных участках. Из-за неосторожного обращения с огнем при выжигании сухой растительности происходят пожары, в том числе и с гибелью людей. Спасатели обратили внимание на то, что для некоторых людей привычно выбросить непотушенный окурок в поле на дороге, форточку автомобиля на обочину сухой травы или в лес. А это может привести к возгоранию. Ни в коем случае нельзя оставлять горящий огонь без присмотра. Если вы увидели, что горит трава, не проходите мимо. Траву, которая только начала гореть, вы сможете потушить сами. Если понимаете, что самостоятельно погасить пламя не удается, немедленно сообщите о случившемся спасателям и как можно быстрее покиньте место пожара. Рекомендовали в МЧС.